Итак, приветствую вас, господа, это вторая серия, и, собственно, только уже сейчас, на данный момент, у нас начнется полноценная игра. То есть, это было вступление обучения, прошло уже 8 лет, соответственно. Так, и нас тут уже потихонечку осваивают какие-то моменты в игре, нам говорят. То есть, у нас будет карта мира, по которой можно путешествовать. Так, вы можете путешествовать между регионами, можете перейти на карту мира практически в любой момент, если под вашим контролем нет активных баз в стратегическом режиме и не воспроизводится катсцена. Для этого просто щелкните по глобусу в верхней части угла экрана. Так, когда вы покидаете игровую карту, состояние текущего задания не меняется. Так, здесь вы можете выбрать, каких спутников взять с собой для выполнения заданий и поддержки какой фракции воспользоваться. Некоторые задания можно выполнить лишь с помощью определенной фракции. Сюжет может измениться в зависимости от вашего выбора спутников, так что выбирайте с умом. Ну вот как. Альрик. Ну, давайте. Так, я по-русски не могу. Жаль. Давайте, Джакс, Тахар. Так. Кто у нас будет по внешности? Так. Так. Это вообще какой-то Блажкович. Это, кстати, может быть и Деваха. Наш новый персонаж, наша главная героиня. Но, пожалуй, поиграем за мужика. Это прям чувак из Игры Престолов. Очень похож. Блин, ну я вот эту иконку, наверное, возьму. Очень суровый чувак. Очень. Нифига себе. Такой бугай, например. Это доходяга, джердя какой-то. Ну, давайте сделаем такого прям качка. Так, башка. Ну, давайте сделаем максимально похожим персонажем на то, что есть на иконке у нас. Не знаю даже. Герлуд прям какой-то, да? Ну, реально Герлуд, короче, получился. Давайте оставим так. Ну, вот я думаю, максимально подходит наше авиа. Так, сделаем так. Геральт из Риви, ну реально. Будем сейчас сделаем, короче, из него Геральта или как? Давайте так и оставим. Пусть будет Геральт. Окей, ладно. Геральт, Тахар, уговорили. Все, Геральт, Тахар. Пусть будет так. Так, очки. Ну, давайте в силу. На, класс особый. Так. Так. Погодите, боец. Швашбаклер. Что? Маг. О, так. Тут вообще не переведено. Тут можно догадаться. Так, стрельба из лука, дисциплина, жестокость, стихийная магия, черная магия, белая магия. А есть какой-нибудь? Вот Инквизитор, блин, тоже очень так. Было бы, наверное, прикольно. Кипер. Боевой маг. Стихийная магия, белая и лучник. Боец. Блин, вот я думаю, что сделать, короче. Между бойцом я разрываюсь и между, короче, Инквизитором. 4-2-2, 5-2. 4-4. Так, вносливость. Запас здоровья, да? У Инквизитора какая запас здоровья? Блин, давайте попробуем за Инквизитора все-таки сыгрануть. Хотя, мне кажется, лучник тоже нам пригодится, но, в принципе, потом-то докачать в случае чего можно будет. Лук. Наверное. Если тут прям не будет привязки к классу. Так, ловкость. Давайте ловкость еще вкачаем на всякий случай. Все, подтверждаем. Блин, будет нас Геральт, короче. Тахар. Вот такие вот дела. Нортандер. Мне кажется, или я тут актер озвучения как раз и есть. Тот чувак, который в английской версии озвучил Геральта из Ривели. Магик. Магик brought mayhem. Аркане fires burnt towns to ashes. Абоминации ravaged the battlefields. Мен и женщины were torn apart with a snap of a finger. Я не могу. Абоминации развивали. Короче, нам расскажут про какие-то битвы магов Там, видимо, в королевстве Какие-то междуусобицы были Вся херня Но он говорит эти Узлы, короче, не меняются И опять все будет очень херово в этом королевстве Да Такие дела Надо сейчас посмотреть, почему в заставках нету Субтитров, может быть, я их не поставил Кто знает Сейчас будем за Геральта играть Собственно, именно с этой серии пойдет полноценный сюжет Полноценная игра, да Вначале, собственно говоря, у нас вот такое вот было обучение Начнем мы, наверное, голым, полностью, без всего А, не, Бертран, смотри, наш друган Так, вот Геральт наш проснулся Геральт, Ахар, где я? Где я? Ты серьезный? Что это выглядит? Это же спустя уже много лет, да, эм? Геральт, Ахар, где я? Ну, хорошо, посмотрел Ты кричал, как будто Норр сам был на твоей стороне Так, не лучший способ, чтобы впечатлить нового рекрута, не думаешь? Ах... Это был этот меч, не так ли? Немного? Да Смотри, я знаю, что я говорил это раньше Но ты сделал то же самое в то время В то время Твой отец, он был милый Девять его было только самое, что делать Ну, пакет тут, видимо, вот сейчас Мы как раз за него и играем Типа нас вызвали, или Понял, все Тебе, honest Эта красота светлого культа Мне задумает, если не было права В том, что мой папа сказал После того Ты говоришь о совершенствах Я думал, что мы уже говорили Магия опасная И твоя папа и его революция И мы все доказательства Мы не можем просто позволить магиям Уживая свои силы, как они хотят Тем более, что магию захерачили Нужно быть лимиты Рула И новые правила Это просто так Рула решила Плэнно и просто Эти магиям, Пиритом брендованы Они выбрали свое собственное Они были криминалы И убийцы Я тоже магия Что, если один день Они решили, что я тоже Дефилер Ах, давай Не волнуйся Ты бедный магиям Ройской армии Ройской армии Угарда И не единственный Ты используешь свои силы Для великого блага В отличие от тех, кто Смерть Крполь Тахар? Я... Я извиняюсь Не могу не повернуть Что это? Лорд Маршал Ленгар И генерал Нориа Учили твоего присутствия Ты и Крполь Крполь Учили им В Союзе В рейтинге Что это? Я не в позиции Учили Хорошо, тогда Пойдем вместе Тахар? Я бы хотел Учили свои ноги Конечно Спасибо, мальчик Ты можешь уйти Конечно Крполь Тахар Крполь Крполь Ты должен поставить Крполь Крполь О, реально? Спасибо, что мне Учили меня Так Ну перед этим важным делом Конечно же Стоит сохраниться Господа А то сейчас Все профукаем Ну что же Давайте откроем свой сундук Посмотрим Что у нас вообще Тут есть В нем Вау Неплохо Смотрите Сколько у нас добычи Прямо 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 Удивительно В самом начале Игру жестоко Так Побрежденный доспех Волчьи стражи А это случайно ли не Да Слушайте Это по-моему Все награбленное Да Которое у нас было в прологе То есть Каким-то макаром Спустя столько лет Это все Сохранилось в сундуке И сейчас мы Возьмем Все Отсюда И Сможем по сути Приодеться Так как именно мы хотим Так Персы еще можно прокачать У нас три способности Собственно говоря Как я уже говорил Мы Будем все-таки Качать Инквизитора То есть у нас будет Черная магия У нас будет Жестокость Что еще Нам можно будет прокачать Но мы не лучник Мы не лучник Так Ну давайте жестокость Вкачнем Урон в ближнем бою Так Затем Либо Круговой удар Либо Рассечение Первого уровня Наносит Одной целью Урон Усиленной Усиленной Половиной Вашего урона От оружия Прерывает Чтение Заклинаний Либо сразу Окружающим Противником Так Увеличивает Максимальное здоровье На четыре Блин Тоже пригодится Слушать Ну надо Давайте все Все основные Наверное Раскроем По жестокости Дисциплине И черной магии Преимущество 2% урона Нанесенного Автоматическими Атаками Превращаются В здоровье Блин вообще чит Окей Так что у нас есть Так Вносливость По вносливости Тяжелый Доспех Мы не можем Одеть Зато можем Одеть Средний Доспех Давайте собственно И приоденемся Будет у нас Такой супер-мега Инквизитор Так Дворучучник 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 Мы тоже пока не можем Никакой из них Да Носить Ловкости нам не хватает Да Интеллект Да Вот интеллект Надо качать Я почему-то думал что А это посох Это посох Нам Да Нам надо Силу Ловкость Поднимать Все подряд Так Окей Ну тогда будем ходить Одноручкой Какой-нибудь 8 9 Так 7 9 7 8 Изношенный Длинный меч Так Либо С копьем Так Либо Ну давайте изношенный меч поставим Да и Щитик Пока так Но Я обычно мне нравится Знаете Стиль боя Мне нравится делать Из байца Чувака У которого будет Дворучник У меня прям после Эликса Дворучка очень сильно зашла Так Расходный Материал Позволяет Использовать Могущественные Исцеляющие заклинания Так куда мы его можем поставить Сюда Не Так что у нас еще есть Талисман второго шанса Если смертельно раненый солдат Успеет крепко сжать Талисман перед тем Как потерять сознание То может вернуться в мир живых Прикольно Ну давайте Талисманщик второе Постанем в себе И в принципе Пока что все Так ну все Теперь мы можем выйти на охоту Так что нам надо сейчас сделать Явитесь к лорду маршалу Ангару Арандиру И Да значит Это видимо Не тот лут Который мы с вами собирали Все таки Так надо отсюда выходить Потихоньку Так куда нам валить то вообще Угу Наш Дорогой геральт Из реви Гарри Лорд командующий Нам нужен лорд командующий Господа Так видимо нам сюда Так соберите героев Чтобы продолжить вместе Ага Так Бертранд еще остался Что дальше Текст Давай беги мой родимый Так Кстати а я что то забыл Ну какую клавишу у нас тут с вами Борис Ну какую клавишу у нас инвентарь вызывает Что то я совсем забыл про это А Управление А Управление отрядом Окей Так Ну да собственно Один на всех у нас Как я уже сказал Инвентарь да Так легкий доспех Ладно мы короче крем уже Снаряженным Ухм Все Говорим Да я думаю Потихонечку Все остальное Мы Соберем позже Когда уже выйдем из Цитадели Серый Серая Стража Серая Цитадель Кхм 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 Один город в Нортендере Не вызывает столько Ужаса и восхищения Как Грейфелл И его цитадель Резиденция короны Он был построен На руинах Кибернийского города Который когда то возвышался Над королевской горою Его стены И башни Строились для того Чтобы отразить нападение Любого врага Крутая наверное Постройка Сооружение Ах В終わり Несколько Несколько Взять Давай Поехали Вон Несколько Ну че тут Довольно симпатично Хочу сказать Так что нам надо Можно посетить суд В зале правосудия Поверите Да Давайте посмотрим Что тут есть Ааа Три-четыре Кинжальщик Обычный говерненький Такой себе Пока будем лут искать Ну карта обещает быть довольно большой Взять Это не просто Возвращение Какие тысячи лет Взять 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 Пока будем изучать город Вот я смотрю тут Калыч сейчас казнить что Нет Стоп Это явно не казнь Это видимо какой-то Проповедник То ли Проповедник То ли Казнить Чувака Будут Я вот не понимаю Че тут творится Сейчас видимо Нам объяснят Лучше Объяснят Ни хрена себе Ах Она идет Не больше магии Для тебя Ааа Ну это видимо суд Мага был Да Хм Я не знал Если Ирона Маска Ну что я слышал Есть два способа Это может Лучше Или Лучше Или Лучше Ни фига Эта женщина Управила Эта женщина Сурова Блин Я все равно не верю Что лорд маршал позволяет им это делать В Грейки Да Серьезно Ребята Кто то был там Да Кто то был там Не идея Она могла быть с ревелами Ребята 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 Субтитры 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 Ребята Так Чем вы Собственно говоря Бабенку то убили Что она 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 Ребята Ребята Субтитры 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 Немного я тут В ориентации Путаюсь Чуть Так что Если еще прошу меня простить Нам по идее надо наверх Вот сюда вот Ну я вот сейчас посмотрю по карте Может быть тут Что то интересное будет Ну давайте всю местность посмотрим на всех случаях тут по мелочи скорее всего а железная маска как она работает черная мантия сомнительного качества черная мантия вручаемые темным эльфом неофитом о климор может быть нам подойдет ну к дайсик возьмем все так вы нашли предмет который можно прочесть чтобы увидеть его содержимое откройте предмет нажатием и да затем шелкните по предмету пкм так и как раз сейчас про железную маску можно будет будет почитать как раз оружие казни которым мог магическую казнили пожалуй среди изобретений современности нет ни одного столь ужасающего как железная маска тяжелые маски железа которыми пользуются главным образом праведный свет нечто куда более сложное чем можно представить услышав это название маска разрушает связь между человеком на которым надетые магии эффективно подавляя магический талант праведный свет надевает железные маски на магов которых им удается схватить по сути маска представляет собой пыточный инструмент хотя трудно сказать наверняка из-за ограниченного доступа гильдии к документам света предполагается что примерно в третий случай происходит разрыв мозга и немедленно смерть вероятно это лучший исход для жертвы причина такой реакции неизвестно одно из предположений заключается в том что тело не выдерживает внутреннего конфликта между силой маски и мощной связи жертвы с магией для подтверждения или провержения этой гипотезы необходимо провести дополнительные исследования на дни наблюдения возможности железных масок впрочем жертвам железная маска несет медленную и страшную смерть маг не способны видеть или пользуется магии в какой-то момент гарантированно сходит с ума жертва может чахнуть несколько недель пока чувства медленно затухают и тело ослабеет от бездействия в результате жертву в любом случае ждет смерть от голода обезвоживания или случайных травм полученных во время предпадков бреда еще могу сказать конечно да суровая херня как горит с никому не пожелаешь так посмотрим сейчас что здесь еще есть о капеллина да все таки стоит исследовать город на предмет даже вот таких вот мелочей так шлемик дальность зрения снижена на 20 процентов из-за нее даже такие нюансы предусмотрели да то что он как бы немного ограничивает обзорность по бокам как я понимаю да ну чё давайте все все-таки наденем ну да он такой довольно таки на шлем интересный так лимор следовать короче с клеймором ходить вот это я понимаю вояка до рубака вояка еще очень красиво наш герой смотрится стать так тут мы более ничего не найдем можно еще суда сходить посмотреть что тут есть не графом все-таки довольно красивые хочу сказать вот сюда можно пройти до блин большой город бдительный страж говорят что эту статую благословил сам эреон бог правослудия хотел сказать бог православия присматривающий за семницами серой цитадели блин какая гигантская локация прям охота прям все 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 исследовать если честно так как и будешь это какие дольмены есть очень интересно так нельзя да ну ладно я думаю по сюжету суда еще вернемся ну ты меня радует что тут можно вертеть камеру как угодно то есть тут полноценное 3d можно сказать нету вот такой вот изометрии как в той же дебле так что скажи мне тахар это просто мне или как генерал меня изменился ну что это не получилось я имею в виду когда я присоединился в волфгарте он был очень похожим на нашу причину но сейчас я не знаю ну что война взял на него на него это точно но я думаю что это происходит для всех нас я не знаю о чем они говорили о себе А что вы тут общаетесь? Так, ладно, давайте гол сюда, посмотрим, что тут есть. Так, отлично, пока зелья собираем по городу. Они нам еще пригодятся. Так, ткацкие пацаны. Местная ярмарка, блин, город тут реально очень большой. Черный манч у нас уже есть. Так, а сюда нам можно попасть? Тут интересно, что есть. Но в настоящий момент недоступны покои. Это какие-то покои этой королевы как раз получается. Так, кто там такая командует? Вон ту, вон ту. Вон ту ту. Так, вот на бобец. Посетите суд в зале правосудия. Так. О, торговля. Как раз то, что нам надо. Нет, 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 нет. Это огонь! Это огонь! Так, в левой части экрана ваши собственные предметы, а в правой то, что может предложить вам торговец. Если вы хотите продать или купить тот или иной предмет, вы выберите его. ПКМ. В центре экрана появится стоимость сделки. Можно как раз с торгашом сейчас посмотреть, что можно продать. Что-нибудь нафиг не нужное. Так, ну например, например. 3,95. Ну, давайте два таких продадим, что еще нам не надо. 1,2,1,2. That's it, Lance. Keep out of it. Ну и пока что все. Так, рондель. Длинный меч, блин. Дорого стоит. 13,17. Again. Так, кинжал вот тоже нам нафиг не нужен. Правда, 18 всего стоит. Так, одна микстурка целых 60 стоит, да? Пока давайте сосредоточимся на микстурках, наверное. Спасибо, господа. Дорога. 2,1. Так, давайте сначала побочек выполним. Вот это вот бобец-сержант. Надо к ней еще подойти. Очень уж она заинтересовала нас. Прямо вся такая бойкая. Раз-два, раз-два. Попробуем. Будет у нас Геральт с шлемом ходить и двурочкой будет. Да. Будет у нас Геральт с шлемом ходить и двурочкой будет. Хм. Почему не? Что ты думаешь, Тахар? Кто мы боремся? Ну, как это выглядит? Рекруты. Некоторые из них почти знают, что они делают. Но некоторые из них могут действительно использовать какое-то действие спарринг. Так, что ты говоришь? Ну, я думаю, что я могу сделать это с практикой. Хорошо. Хорошо. Тогда поймите в ринг. Рэндон! Ронан! Прийди сюда! Мам? Видишь эти два там? Ты их борешься. Но... Они вулфгард. Правильно. Я увидела, что вы двух тренировали. И вы не останетесь за секунду на филе. Мы сможем получить правильную практику. Что? Прийди в ринг. Как правило. Она довольно-таки Драгон, да? Пойдем легко на них, Таар. Хорошо, ребята. Вот мы снова. Попробуй, что ты сделаешь. Я готов. Что нужно? Блин, да я Хван Шорти просто. Ты победил, хорошо? Я ты! Я сказал, что я ты, черт! Хорошо, корпорал. Я думаю, что они достаточно. Хорошо, ребята. Я пойду в мою феррикцию и увидел кого-то эти болезни, хорошо? Плохо. Сержанты правы. Если они будут развиваться там, они нужны правильное тренирование. В любом случае, мы их сделали правильное. Одна способа увидеть это. 1, 2, 1, 2. Это все, ребята! Попробуй! Попробуй! Так, что у нас тут? Орочий тесак. Хм. Ладно, возьмем на всякий случай. Так, ну давайте посмотрим еще, в принципе, что тут интересного может быть. Давайте с ней обратно. Поговорим. О, три изделия здоровья, три изделия концентрации. Круто. Ты уже устал? Мои ребяты могли бы сделать с настоящим комбатом, как так. Что ты думаешь, Таар? Да, почему не? Я могу использовать больше практики. Отлично! Давайте сделаем это больше чем-то задача. Будьте в дверь, когда готовы. Я готов. Ты там! Да, ты, волфгарди! Открывай твои мальчики сюда! Ты говоришь о нас, сержант? Да. Я хочу, чтобы ты боролся к корпорал Тахар и Карпал. А когда мы стали твоими тренировками? Ты не. Но мои тренировки должны увидеть настоящий комбат. И бороться между пятьми братьями волфгарди, будет довольно так. Смотри, у нас нет времени для... Мы бороться. Но... Будьте в дверь. Я готов. Для Крауна! Блин, мне нужна защита! Дай, давай, давай, давай... Ты даже читаешь по моему. Блин, вполне... Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так... Ого! Это хватит! Блин! Мне кажется, ты надеялся так сильно куча, что твой отец Тахар. Что за вашу проблема? Мы на один стороне. Конечно, мы. Пойдем, мы закончили. Тиара... Нет, 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 нет! Это фарболы, которые вы вытаскиваете! Не канди! Вновь! Ну, это было неизвестное. Что за хрень произошло там? Что было бы, что мы потерялись? Я видел это. Я знал, что ты не был в открытом филе, но... Я не думал, что ты был такой же в форме. В любом случае, я думаю, что лучше, что ты сейчас увидишь Маршал. У меня есть бизнес, чтобы участвовать. Убейте твой чин. Да, сделай. Я понял. Камера тут. Надо признать. Так, в серую башню. А это куда нам посетить зал правосудия? Так, давайте в зал правосудия сначала. Сходим. Да, нам, короче, еще качаться и качаться, господа. Что ты там тупишь, Вася? Нет, 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 нет. Это огонь! Давай, 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 добегай! Опять! 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 Подставь! Отчист Два права, используя магию, чтобы освобождать трех солдат Ройал-Армии. Сурово. Управление будет смертью по Пайке, и будет подниматься по Мороу. Трайл закончен. Хм, это тяжело. Хм. 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 Хм, хм. Я должен быть очень сжиганным о том, что Элфе сказал о Пенде. Да, не удивляйся. Она одна из самых вершинных фоллоуэзеров Пенде. Наверное, тоже одна из причин, почему они могли бы получать так много влияния в Краун. Хаус Леонидер был один из самых больших армий в Норт-Хендере. Но, давай, давай, давай? Я не хочу оставить лорда Маршалу ждать больше. Возвращаемся, собственно говоря. Больше нам тут все равно смотреть, по сути, не на что. Но это было сильно. Казнь на пике. Ставьте лайк, если тоже хотите, чтобы вас казнили на пике, господа. Хе-хе-хе. Кстати, напишите в комментах, чтобы больше... Какую казнь вам больше нравится, то есть... Чтобы на вас надели железную маску, да, и у вас мозг взорвался, либо чтобы вас... Повесили на пике. Ну, соответственно, на жопу. Яс. А им осталось только, наверное... Не знаю, придумать казнь, короче, с казнь на бутылке. Интересно. Возвращайтесь. Возвращайтесь. Сейчас, опять же! Возвращайтесь, глаза вверх к вашей сопернице. В глаза, правосередей. Хочет на мои глаза. Возвращайтесь. Возвращайтесь. Чувак, уж договаривай до конца, а Конечно Хорошо, здесь мы идем Вы готовы идти? Ты чувствуешь нервозный Нервозный? Нет Я просто не знаю Давай идти Ордеры? Да, какие тут мудреные строения, как я посмотрю Прям потеряться можно Так что у нас битва в каменном заливе Историческая книга, описывающая битву в каменном заливе И золото Нужно почитать Но сейчас, это единственный способ Я... Извините меня за мою ошибку Генерал Нори Как долго тебе придется, чтобы достигнуть Леонора? Семь дней О, стоп Семь дней Ты норний Это же тот чувак, которым мы управляли как раз в этом каком... В начале пролога Так, я думаю, мы с ними сейчас и познакомимся по новой И пока можно почитать Битва в каменном заливе Когда говорят, что вооруженные силы Нортандера Когда говорят про вооруженные силы Нортандера Вспоминают обычно про сухопутную армию, а не флот Ведь именно армия Великих Домов обычно попадает в историю Но одна из самых важных битв в долгой истории Нортандера Случилась не на суше, а на море в каменном заливе Империйцы давно смотрели на Нортандер Как на край возможностей для завоеваний Прям как на Скайрим похоже, да? Хотя их император при королевском дворце в Грефелле говорил Исключительно на Амбире, они планировали вторжение Зная, что силы Нортандера могут собраться быстрее, чем Империйцы пересекут море, чтобы оказаться в феаре Они сделали ставку на секретность, чтобы скрыть свои планы Однажды ранним летним утром разведчики сообщили об огромной армаде кораблей Которая появилась на горизонте у каменной бухты Адмирал Илбертус Дабазы, командующий военным плотом в том регионе Осматривал свои корабли, разбросанные по бухте Он знал, что раз военные корабли появились внезапно, помощи ждать неоткуда Лишь несколько десятков кораблей стояли между империей и его родиной Нортандский флот был в меньшинстве и не готов к атаке Корабли горели и тонули, бухта наполнилась дымом Нортандерал знал местный рельеф, куда лучше завоеватели использовал это преимущество Чтобы увезти оставшиеся корабли Когда ветер переменился, как это часто бывает в этом регионе Нортандерские корабли сумели переиграть империйцев Адмирал Дебазы направил свой корабль Джиггернаут прямо на вражеский флагман Когда корабли столкнулись, Нортандерские солдаты взяли вражеское судно на абордаж С пленением империйского адмирала битва была закончена Ни один империйский солдат не ступил на Нортандерскую землю Прям захотелось, не знаю, сделать теперь мод по Атиле по таким событиям Было бы интересно, я думаю Так, ну ладно, мы сейчас идем к Ангару, собственно Тарар, пошли сюда Мы не имеем весь день Сентенци Здорово Сентенци 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 Да Что ты знаешь об облаке? Не знаю, что ты имеешь в виду, дядя Так Наши обязанности к секретарту работала для изменения Это вкусно Облаке Облаке Первое, когда мы слышали об этом, было около 3 месяцев Прямо на поле, каждый способный алкемист Грейфелла и Эверлайта Их следует искать И есть румы, что Элвы, Двары и даже Гринские воли Они также влияют Проблема Это Мы никуда не ближе к решению И recently Было огромное оборудование в городе рядом Грейфелла Лианон Лианон Цирилла фон Лианон, да? Я вижу Есть идея, что это вызывает? Как это распространится? Ну, это то, что мы не знаем Некоторые события приездают, что это не кем-то А, например, многие алкемисты некликты Вкликты Вкликты На самом деле Не-надо Аппаратно, есть period Но это вроде почти привлекательного вокруг Сказали Вкликты 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 Н remake Вкликты 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 Звучки? Да. Некоторые даже сказали, что это звучит как голос. Суперститивный нонсенс, конечно. Но... Это может показать, что это больше всего лишь заболевание, что это трудно. Курс. Это то, что ты предлагаешь, да? Курс? Нет. Если что-то, я думаю, что это может быть какой-то магическим аномалией. Однако, мы не слышим о том, что происходят в плаге. Так, у нас есть сколы на это. Ты здесь, потому что волшебство будет создать на миссию. Снтензер... Мы должны найти способствовать защищения в этом городе, Лианон. Если инфекция достигла Грейфел, мы будем встречаться с катастрофой, которая сделает оборудование с мажей, как приятного мечта. Таким образом, мы, вместе с маленькой дивизией с солдатами Нортандра, будем путешествовать в Лианон и осуществлять ситуацию, и посмотрим, что мы можем сделать. Ты здесь. Ты здесь. Если кровать кровать, как мы защищем себя, когда мы находимся в территории охраны? Опять же. Мы не понимаем, что кровать кровать кровать. Таким образом, может быть, это не влияет на тебя. Но, чтобы осуществить, что наши алкемисты готовы, чтобы защищать против инфекции. Чтобы защищать? Таким образом, это работало для наших скутов. Но мы должны принимать риск. Понятно. Когда мы начнем? Встреча с первой ночи. Просто возьмите свои вещи и твои пищи из алкемиста внизу. Его имя Альбертис де Реймс. Затем встретите меня в дворе, когда готовы. Что-то еще, лорд Маршал Эрендир? Нет. Просто решите вопрос. Мы будем. поговорить. Так, ну че, нам надо выходить. Нам тут уже больше ничего никто не даст. Что? Ты был обривлен. Так, ну окей, тогда сейчас выходим обратно, получаем зелье, противоядие и, собственно говоря, уходим. Уходим из нашего города. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Парни, гоу, гоу, гоу. Ну что, прям впервые почувствуем себя настоящим инквизитором, который будет спасать всех от болезней. Прямо сейчас будет, знаете, косплей мор утопия. Хе-хе. Парни, я понял. Парни, я понял. Так, что тут есть? И это работает? Конечно, это работает Просто будь уверен, что никогда не идти на мою предупрежденную дозу, так как это может быть легким А теперь есть еще что-нибудь? Если нет, то у меня есть бизнес Нет, это все Спасибо Про Биллианона поговорить со жрецом праведного света Так, он видимо на волке у нас Так, Бертран Бертран Это у нас лучник, поэтому Надо дальше идти на лучника Ну, давайте рикошет качать Так, а нашего Геральта что мы можем? Потусторонняя стрела Наносит урону Наносит врагу урон, прерывает чтение заклина, не поражает нематой Прикольно, неплохо Довольно таки неплохо Либо, либо что-нибудь, не знаю, в меч пойти Ладно, пусть будет боевая магия Хоть мы-то сейчас будем отыгрывать героя непростого все-таки Хмм Хмм Мы будем отыгрывать Инквизитора Поэтому нам, собственно говоря Собственно говоря, и надо вот такое вот добро Так, очки и характеристика мы когда будем получать? Что дальше? Так, на этом вроде все Интересно Интересно Ну, как ходим отсюда? Хмм Заодно и проверим магию данную Насколько она крутая Магию света мы уже видели, а вот магию тимы нет И вот поэтому я и решил качать Инквизитора Чтобы, собственно говоря, посмотреть можно было Что из себя представляет данная черная магия Так Я готова Так Так Это нам аж вот сюда идти Так, ладно, пока что пусть наши господа идут до указанного места Но это мы с вами уже увидим в следующей серии, дорогие друзья А пока что на этом все Пишите Пишите в коментах Свои мысли О игре, да Там Зашла она вам или нет Ставьте лайк, если вам понравилось данное видео И мы с вами продолжим следующие серии, дорогие друзья С вами был Тимыч Всем спасибо за просмотр И это Спиллфорс 3 Мы Делаем новое прохождение Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok